Аврора Акснес Всем привет! Меня зовут Маргарита, и я педагог по вокалу. И сегодня мы с вами разберем на составляющие вокал Авроры. Певица, композитор, танцовщица и музыкальный продюсер из Норвегии. Всему миру Аврора известна как волшебный голос из мультфильма «Холодное сердце». Аврора родилась в городе Ставангере 15 июня 1996 года. Потом семья переехала в Оз, что находится неподалеку от Бергена, где и прошло детство будущей певицы. Интересно, что первые шаги Авроры в музыке были сделаны с помощью игрушечного рояля, который она нашла на чердаке дома. Я начала играть на пианино, когда мне было 6 лет. Помню, как я нашла его на чердаке, и просто начала нажимать на клавиши, пытаясь понять, какие мелодии мне нравятся. Так я сочиняла свои первые мелодии. Играть в одиночестве было чем-то необычным для меня. Это было эмоционально и тревожно, и в то же время вдохновляюще. Аврора усердно занимается игрой на пианино, начиная с 6 лет. И в 9 лет она уже сама пишет тексты к своим собственным песням. Ее вдохновляло творчество известных во всем мире музыкантов, таких как Боб Дилан, Леонард Коэн, ирландская певица Энния. И The Chemical Brothers, с которыми, к слову, у нее вышел фит. Также про источники своего музыкального вдохновения Аврора говорит. Мама Авроры всячески поддерживает музыкальное начинание и убеждает юное дарование раскрыть свой талант и делиться им с людьми. Ее дебютом на сцене было выступление в актовом зале школы с песней собственного сочинения. В 16-летнем возрасте Аврора выпускает первый свой сингл под названием «Puppet», после которого следует еще пара синглов. Однажды песню Авроры услышал ее друг, и он попросил скинуть ему запись. После чего эту запись он загрузил на один из норвежских музыкальных сайтов, где трек неизвестного исполнителя находит компания Made Management. Они очень заинтересовались творчеством юной певицы и начинают с ней сотрудничать. Так, певица сотрудничает с этой компанией до 2014 года, после чего заключает договор с компанией Deca Records. И в феврале следующего года, то есть 2015-го, выходит новый сингл, новая песня под названием «Runaway», которую, между прочим, Аврора написала в 12 лет. За 6 недель в Великобритании на Spotify сингл прослушали более миллиона раз. Это был просто ошеломительный успех, которого певица Аврора не ожидала. Стиль музыки Авроры – это интересный фолк-поп в сочетании с деликатной электроникой, которая очень приятна уху. На данный момент, к 27 годам, Аврора имеет уже 4 студийных альбома и множество EP и синглов. Не менее восхитительны и видеоклипы к этим трекам, которые на YouTube собирают миллионные просмотры. Однако у этой исполнительницы есть еще одно мощное оружие. Аврора делает просто потрясающие каверы. Сама певица рассказывает, на самом деле это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Это очень тяжелая работа, которая требует много усилий и жертв. Но это то, что вызывает неподдельный восторг. Это похоже на путешествие во времени и способ сохранить живую музыку из прошлого. Важно суметь не нарушить концепцию и посыл той или иной композиции. Аврора делала каверы на Beatles, David Bowie, Oasis, The Weeknd, Bob Dylan, Ariana Grande. И кстати, именно через кавер на песню God is a Woman, Ariana Grande, я и познакомилась с творчеством Авроры. Боже мой, я помню свои эмоции при просмотре этого кавера. Я просто не могла оторвать взгляд. Я думала, боже мой, что это за существо такое интересное. Я просто не могла наслушаться. В прочтении Авроры, на мой взгляд, песня Ариана Гранде стала какой-то магической. И смысл самой песни наконец-таки раскрылся в этом прочтении. Хотя, кстати, я бы не сказала, что самой Авроре нравится творчество Арианы Гранде. В самом творчестве Авроры прослеживаются темы защиты природы, любви к природе. И, конечно же, тема отношений. У Авроры очень интересный образ и внешне. Кстати говоря, у нее есть две старших сестры. Одна является визажистом, а другая художником по костюмам. И на примере Авроры мы можем видеть, как сестрам Авроры удалось передать внутреннее через внешнее. Кстати, вы заценили мой мейк? Если да, ставьте лайк. Сегодня с вами я хочу разобрать пару живых выступлений, потому что именно по живым выступлениям понятен скилл вокалиста. Для разбора я выбрала одну авторскую песню Авроры и один кавер. И, как вы уже могли догадаться, это будет кавер на песню God is a woman Арианы Гранде. Потому что, ну, очень уж мне нравится этот кавер. Начнем мы с авторской песни, которая называется It Happened Quiet. Это просто безумно красивая песня. На самом деле, я услышала ее не так давно. Я слушала эту песню, и по моему телу просто бегали мурашки. Потом в какой-то момент выступили слезы. Поэтому я вам советую вот именно это выступление посмотреть полностью. Потому что сегодня видео я буду прерывать. Мы будем слушать кусочками, но обязательно-обязательно послушайте целиком. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Или в моем телеграм-канале, кстати. Обязательно подписывайтесь. Обязательно послушайте и насладитесь этим выступлением. Как бы мне сегодня не расплакаться сейчас, пока мы будем разбирать эту песню. Мы уже как будто бы погружаемся в какую-то норвежскую сказку. Прямо в норвежские леса. Я слышу сразу же прекраснейший, красивейший, чистейший, легкий микс. Есть небольшое количество воздуха, но я бы не назвала этот звук фальцетным. Да, такой легкий-легкий микс с небольшим количеством воздуха. Фальцет бы звучал намного легче. В фальцете нет вот этой основы, которая есть все-таки в легком миксе. Это уже поплотнее, немножечко похоже на такой вот легкий-легкий. Разговорный звук. Чуть-чуть дала сейчас тванга. Тут даже нет вибрато, кстати говоря. Абсолютно ровненько спела. И в конце сделали поспокойнее, добавили немножечко воздуха. Подъездик небольшой, да, к ноте. Очень легкий-очень легкий звук. Но заметьте, насколько кристально чисто поет Аврора. Посмотрев многие ее выступления, я поняла, что у нее просто, просто прекрасно. Все со слухом и с интонированием. Субтончик. Потому что чуть больше воздуха здесь слышно. I can't remember much more. Тут на этой строчке она отталкивается от согласных. Remember much more. Что помогает, на самом деле, быть устойчивым на ноте. С воздухом звук. И это и по тексту логично, да. Тихо. И, естественно, она тут больше эмоций дает перед припевом. Боже, я не могу, это очень красиво. Так, сухой разум, сухой разум. Просто анализируем вокал. На что я здесь сразу хочу обратить внимание. Слово words. Там есть много тванга. Этот тванг назальный. Плюс немножечко язык двигаем назад, чтобы не открытый звук был. Не открытый звук. Все такое достаточно кругленькое. И звук как бы держим во рту. У Селин Дион есть вот этот звук. Но он очень у нее сильный, да. А здесь эта фишка добавляется чуть-чуть. Чуть-чуть. Также этот прием еще называют ринг. Как раз этот прием и включает вот эту звонкость, этот тванг. Плюс немножечко такое эээ. Здесь мы слышим все-таки тонкое смыкание, не полный звук. Давайте дальше посмотрим, что там происходит в этой строчке. Здесь идет смена смыканий. Из такого миксовенького легкого звука с твангом переходим в фальцетные как раз ноты. И получается... Понятно, да? То есть слово words в миксе. Фальцет. И на out. Небольшой форшлаг здесь есть. И дальше продолжаем на этом же звуке. Виндоу делится тоже на микс с твангом и на фальцет. И на конце немножечко есть вибрато, и оно такое фолковое тоже. То есть не классическое, типа Такого нет. На конце чуть-чуть такое нервное вибрато. Вот такое. Как будто на последнем издыхании. Как красиво. Вот здесь очень интересно. Silent слово. Разбита на микс. И там внутри есть прямо резкий йодель, который уходит на фальцет. Вот такая штучка. Очень красивая. Плюс я слышу такую небольшую дрожь на всей строчке. И я это у Авроры очень часто наблюдаю. Это тремоло скорее. Вот такое. Но делает она это намеренно. Это как тоже одна из фишек Авроры. Маленькое тремоло такое. Маленькая тряска. Да, по-русски говоря. На тянущихся нотках. У меня такого нет. Я даже повторить это не могу. И не буду позориться. Есть такая дрожь небольшая. Это вообще все слышно прекрасно. И отслеживается очень часто у Авроры в вокале. Начались высокие ноты на припеве. И Аврора уходит именно в фальцет. Чуть-чуть твангеца там есть. Для звонкости, да? То есть не совсем воздух. Если бы у нас был такой, знаете, чистый фальцет. Может быть такой вариант фальцета, где превалирует именно в воздух. Здесь же есть немножечко-немножечко вот это сужение гортани, которое дает звонкость. На самом деле фальцет, кстати, очень индивидуальная штука. И звучит он у всех абсолютно по-разному. Вот. Поэтому если ваш фальцет не похож на фальцет певца, который вам очень нравится, например, это нормально. Да? Ваша задача полюбить именно свой фальцет. Очень красиво на флауэр. Видно, что Аврора вообще не напрягается. Вообще фальцет это та структура, где нужно максимально расслабить шейные свои мышцы, пресс расслабить. Дать просто звук уйти. При этом все равно должен быть контроль смыкания, чтобы звук не пропал в какой-то момент. Флауэр. Флауэр. Чтобы, да, не пережать, не дать больше воздуха, чтобы звук ваш не пропал. Здесь прямо суперконтроль. Много тренировать нужно вот эти высокие нотки, чтобы они стабильно получались. Она там еще на флауэр дала немножко вибрато. Like a flower. Вот таким образом. Love is wild. Love is. Утаншилась. Wild. И совсем ушла на воздух. Безумно красивая песня. Безумно красиво поет Аврора. Она так умеет это еще все передать, что я сейчас опять смотрю и опять хочется заплакать. Боже мой. Может у меня просто что-то не так с нервами. Но мне кажется, что я просто тонко чувствую музыку. И я вам еще раз рекомендую посмотреть это выступление целиком. Давайте теперь посмотрим мой любимый кавер на песню God is a woman Арианы Гранде в исполнении Авроры. Я слышу здесь смесь вот этого легкого микста и фальцета. Фальцет там, где повыше нотки. Вот здесь фальцетик. И здесь уже легкий микс на мув, да. Хочу обратить ваше внимание на то, как красиво аранжировано с помощью пианино, на котором, кстати, блестяще играет Аврора. И там еще будет красивый бэк-вокал. Давайте послушаем дальше. Такой мягкий-мягкий легкий микс. Больше субтончик такой, да, потому что есть воздух. К низу она немножко уплотнилась. И спустилась и провибрировала, да, чуть-чуть быстрее, чем классическая среднечастотная вибрато. Вот это немножко фолковое тремоло сейчас было на You Believe God. Мне нравится, как Аврора и играет на пианино, и пытается танцевать. Да, в начале видео я озвучивала то, что она танцовщица. И, понятное дело, она танцует contemporary, который ей максимально подходит. И вообще, кстати, музыка у нее в основном такая немножко преэлектроненная. И она очень, мне кажется, подходит для постановки танцев в стиле contemporary. Вот она сейчас будет очень часто руками пританцовывать, и при этом все равно играть и держать ритм. Мне это нравится. Так, хорошо. Вибрато именно на закрытой согласной. Уплотнилась к низу, и через глиссанда такое всплыла, да, на более легкий звук. Опять воздушненький легкий звук. Пригруднила, опять немножко тремоло дала. Немножко нашаманила, да. Прикольно. Немножко шаманские вот эти языческие с бубнами напевы. Очень легкий звук. Очень красивый бэк. Девушка подпевает чуть-чуть сверху, прям таким тоненьким колокольчиком. Мне прямо намного больше нравится, чем оригинальная версия, потому что аранжировка в оригинальной версии просто, ну, настолько типичная, скучная, модная. Что когда слушаешь вот эту версию, ты прям погружаешься в эту какую-то магическую атмосферу, проникаешься смыслом песни. Может быть, кто-то со мной будет не согласен, и это нормально абсолютно. Просто делюсь своими эмоциями и ощущениями сейчас. Интересно, ритмически сделано. И через такой назальный тванг перешла в следующую часть, через глиссандо. Да, уплотнилась немножечко, чуть-чуть. Вот это тремоло еще на протяжении, да, немножко такое шаманское. Прямо вот она уже все в образе, она уже воин такой. Все, растворилась, растворилась в музыке, ушла вот в эту атмосферу, которую сама жизнь создала. Блин, это просто кайф. Обязательно посмотрите полную версию, естественно. Я, конечно, больше всего наслаждаюсь здесь именно тем, как они аранжировали, и какое настроение у кавера получилось. Еще раз повторюсь, мне намного больше нравится, чем оригинал. И я просто, когда первый раз наткнулась, это было несколько лет назад, нет, 4, наверное, года назад. Сейчас посмотрим. Да, вот когда как раз и вышел этот кавер, я просто на репите постоянно слушала. Мне так нравилось. Сейчас я переслушиваю, мне очень-очень нравится. Да, здесь особо по приему ничего нет. Здесь именно характер вокала Авроры, вот это вот тремоло небольшое на тянущихся нотах, из более тонкого звука она книзу уплотняется, она любит так делать. Здесь нет никаких других приемов, здесь именно доносят вот это настроение. Они как будто хотят нас загипнотизировать, да, чтобы мы погрузились вот в гипноз этой песни. Я каждый раз погружаюсь. Видимо, я человек склонный к гипнозу. Не зря ко мне все время цыганки подходят на улице. Ну что ж, очень здорово, что вы вместе со мной сегодня насладились и узнали немного больше о певице Авроре. Я же со своей стороны могу подвести итог и сказать основные фишки вокала Авроры. Первое, это, конечно же, тембр, который, несомненно, выделяется на фоне остальных. У нее в вокале очень мало современных вот этих вот эстрадных фишек, каких-то модных именно, знаете, звуков, вибрато, которым мы сейчас все учимся. Очень мало соуловых приемов, которые есть в изобилии у Бейонса, у Рианы, там, у многих других современных исполнительниц. Аврора выделяется тем, что она именно самобытная. Она поет так, как она чувствует именно. И основное, что она использует, это именно тонкое смыкание. Ну, она даже разговаривает на самом деле достаточно высоко и тонко, то есть ей этот звук привычен. Она тонко смыкаемая, и мы слышим действительно много тонкого смыкания, много фальцетных нот. Также яркой чертой Авроры является то, что иногда она может нормально уплотниться, но это использует именно как краску в своем вокале. Также, когда она хочет спеть что-то помощнее, она добавляет назальный тванг и немножко ринг. Дает это вот совсем чуть-чуть, очень дозировано. Ее звук, то есть, не открытый, а такой круглый. Яркий момент, это, конечно же, мелкое тремоло на гласных тянущихся звуках, что дает ей немножко такой шаманистости, фолковости. Это именно отображение, мне кажется, норвежского фолка в ее голосе. Хочу вам сказать одну очень важную вещь. Если вы хотите на таком разборе увидеть своего любимого артиста, то обязательно напишите об этом в комментариях. Также, если вам понравилось это видео, не стесняйтесь и напишите об этом в комментариях, поставьте лайк и подпишитесь на канал, потому что эти видео не монетизируются, и благодарность от вас в виде лайка и подписки будет лучшим, что вы можете сделать для поддержания этого канала. А у меня все на сегодня, желаю вам хорошего дня, пока!